Обстановка на дорогах Магнитки по-прежнему оставляет желать лучшего. Так, за последние пять дней произошло более полусотни ДТП. Виновники некоторых из них с мест происшествия скрылись. Между тем, жертвы аварии получают тяжелейшие травмы. Хроника необъявленной дорожной войны в материале Павла Берсенева. 28 августа 2016 года Валерий Куприянов не забудет никогда. Он ехал на велосипеде на дачу, однако его планам не суждено было сбыться. Примерно в половине 12-го на шоссе «Дачное» мужчину настигла маршрутка. Произошел удар неожиданный в спину. Ну и далее полет упал, протащился по асфальту, приподнялся, глянул на руку, а там прям дыра такая вот на локте. Мяса нет вообще. Одна, по-моему, даже кость была видна. Через несколько минут на место происшествия приехали полиции и скорая помощь. Пострадавший был госпитализирован в травматологию медико-санитарной части. Валерий Куприянов уверяет, что ехал на велосипеде по краю дороги. Сам, будучи автомобилистом со стажем, он уверен в том, что не нарушал правил дорожного движения. Сейчас, по данному факту, ведется расследование. Помимо лихих маршрутчиков, хватает в Магнитогорске любителей прокатиться на машине после принятия спиртного. Чем заканчиваются подобные заезды, видно на фото. Пьяный водитель «Фольксвагена Бора» в районе дома 23 по улице Советской совершил наезд сразу на два авто – «Форд Фокус» и «Вазовскую восьмерку». Отметим, виновник, вдобавок ко всему, был лишен прав на вождение. Водитель 1987 года рождения привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права на управление, за что предусмотрен административный арест сроком от 10 до 15 суток. Однако сказать, что абсолютно во всех наездах стопроцентная вина лежит на водителях нельзя. Так, накануне в районе дома 22 по улице Ленинградской под колесами Hyundai Solaris оказался пешеход, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. К счастью, остался жив. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.